Со следующего года получить социальные выплаты и другие меры поддержки от государства станет проще. Процесс планирует оптимизировать, избавившись от написания многочисленных бумаг и составления заявлений. О такой законодательной инициативе рассказала депутат Государственной Думы от Коми Ольга Савастьянова. Закон был рассмотрен в первом чтении в январе. Если на весенней сессии он будет принят, поправки вступят в силу с начала следующего года. Если бы не приняло государство повышение или доплаты, ты пишешь заявление, потом бумаги собираешь и так далее. Сейчас это будет проактивный подход. То есть, если государство приняло, понятно, никто не откажется от дополнительных средств. То есть автоматически эти средства будут поступать гражданам на счета. Ну и третье новшество в этом законе с 45 лет каждому гражданину Российской Федерации работающему один раз в три года будет направляться информация на источники для него удобные о том, как у него складывается ситуация с пенсионным накоплением. Изменения коснутся в первую очередь страховых и социальных пенсий по инвалидности. О необходимости упростить процесс их получения не разъявляли сами граждане. На весенней сессии Госдума намерена рассмотреть и ряд других социально значимых инициатив. В их числе законопроект о лекарственном обеспечении, занятости населения, гаражной амнистии и закон на защите цифровых данных.